МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елена Вавилова. Здравствуйте. Березнякам пошел девятый десяток. Горожане обсуждают празднование Дня города. Есть те, кому понравилось все, а есть и недовольные. Например, некоторые ожидали, что юбилей отпразднуют более зрелищно и масштабно, и он будет существенно отличаться от обычного Дня города. О том, как проходили торжества, мы расскажем во второй части выпуска. А пока к другим темам. С 5 июля проезд в городском общественном транспорте будет стоить 15 рублей. Постановление о повышении стоимости тарифов на перевозку пассажиров подписал глава города Сергей Дьяков. Вместе со стоимостью разовых билетов изменилась и стоимость проездных абонементов. Цена на автобусные и троллейбусные проездные билеты для граждан составит 900 рублей. Цена общего – 1350 рублей. Для граждан, имеющих право на трудовую пенсию по старости и не имеющих права на меры социальной поддержки, общий проездной будет стоить 615 рублей. Для студентов и учащихся средних специальных учебных заведений стоимость проездных билетов на автобус или троллейбус составит 430 рублей, общий – 535 рублей. Для школьников проездные на автобус и троллейбус будут стоить по 275 рублей, общий – 430. Как говорится в информационном сообщении от городской администрации, повышение тарифов произошло в связи с ростом экономически обоснованных затрат на пассажирские перевозки. Добавлю, что в последний раз стоимость проезда в Березняках повышали два года назад. Мы будем жить теперь по-новому. С 1 июля произошло сразу несколько изменений, начиная от роста цен и заканчивая ограничениями в торговле пивом. Евгения Кокшарова напоминает о самых важных переменах, которые коснутся большинства. Повышение тарифов на газ, воду и электричество – это нововведение касается каждого и поэтому вызвало наибольший резонанс среди березняковцев. С 1 июля по всей России выросли цены на жилищно-коммунальные услуги. Насколько изменятся цифры в наших квиточках, решают региональные власти. 1 июля – знаковый день и для автолюбителей. Сюрпризом для них стал не только рост акциза на бензин, но и ужесточение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, за стоянку или остановку на пешеходном переходе штраф увеличен от 300 до 1000 рублей. Стоит задуматься и поклонникам тонировки. По ГОСТу светопропускающая способность лобового стекла и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. За нарушение штраф остался прежним – 500 рублей. Однако теперь нерадивому водителю придется расстаться со своими госномерами. До устранения нарушения. С 1 июля торговля крепкими сортами пива разрешена только в стационарных магазинах. В ларьках горячительные напитки крепостью свыше 5% продавать нельзя. А в близи детских, образовательных и спортивных учреждений торговля пива и вовсе запрещена. Но правилам подчиняются не все. Этот киоск находится в непосредственной близости от детско-юношеской спортивной школы «Тэмп». Однако пиво здесь находится в свободной продаже. Павел, привет! Охоту! А вы знаете, что вблизи спортивных учреждений запрещено продавать пиво? Да, я по телевизору слышал. Слышал? Слышал. Слышали, да? А почему продаете? Нам еще не сказали продавать, не продавать. Кроме того, теперь согласно новому законодательству категорически запрещено распивать пиво в общественных местах. В парках, во дворах, в скверах и даже в подъездах. Так что любителям алкогольных посиделок придется отдыхать дома или в заведениях общепита. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. А теперь подробнее о том, как прошло празднование Дня Городом. Главной площадкой торжеств по традиции стала Советская площадь. Затем, как проходила первая половина праздничного дня, наблюдала Любовь Бухаринова. Современные ритмы и вперемешку с ними соло на деревянных ложках. Парни с обложки. Так называется этот дуэт. Артисты приехали на 80-летие Березняков из Екатеринбурга. Потому что мы видели, когда выступали, как нам аплодировали. Видели. До этого публика была такой, можно сказать, не фееричной. Не фееричной. И мы приехали. Видно, что эмоции сразу же. Аплодисменты, кураж. А это театрализованное шествие. В нем приняли участие все культурные учреждения нашего города. Музыкальная школа, училища, театры, а также одетые в карнавальные костюмы жителей Березняков. Здесь можно было увидеть костюмы средневековых дам и кавалеров, зайчиков и героев любимых мультфильмов. Возглавляли колонну барабанщицы из Екатеринбурга. Самое главное, это создать, наверное, очень хорошую атмосферу. Атмосферу праздника. Потому что у Березняков сегодня юбилей, 80 лет. А День города, это ведь праздник каждого горожанина. Когда красочная колонна вступила на Советскую площадь, глава Березняков официально объявил юбилейный День города открытым. Сегодня поздравляю вас от всей души с праздником. Желаю вам здоровья, счастья, семейного благополучия и взаимопонимания. Затем на сцене началось награждение дипломами лучших учеников городских школ и победителей предметных олимпиад. Также награды получили победители городского исторического конкурса к 80-летию Березняков. После этого началось шоу мыльных пузырей. На главной сцене праздника сменяли друг друга разные коллективы. И несмотря на жаркую погоду, березняковцы не спешили покинуть открытую солнцу Советскую площадь, стараясь увидеть как можно больше выступлений. Очень круто. Суперски вообще. На, все весело. Весь год и поздравляем с праздником. Люблю свой город и передаю детям. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. На празднование Дня города были подведены итоги фестиваля скульптур из сельвенитой металла «Легенды и мифы Пермского моря». Все участники получили сертификаты и памятные подарки. Вот только скульптуры в День города березняковцы так и не увидели. Репортаж Виктора Вишневского. На сцене награждают всех участников фестиваля «Легенды и мифы Пермского моря». Но самого ожидаемого жители города так и не увидели. Сами скульптуры. Хотя работы из металла были готовы к установке в День города. Сами скульпторы по этому поводу не очень расстроились. Агнеса Рудзита из Латвии поделилась с нами своими впечатлениями от фестиваля. Впечатление очень хорошее. Все получилось идеально сделать, как задумано было. Организация была очень хорошая. Погода отличная. Я люблю жару, так что мне как раз то, что надо было. И даже время было отдохнуть. Так что все, полный комплект. Опоздав на один день, организаторы фестиваля все-таки установили в воскресенье металлические творения скульпторов в сквере у «Авангарда». Все прохожие останавливаются посмотреть на чудеса сварки. «Я случайно проходил здесь и натолкнулся. Но я скажу прямо, такого я не видел. Из хлама соорудить шедевры, причем уникальные. Мне кажется, даже тот же художник не сможет дважды повторить одно и то же, если даже захочет». С арт-объектами из металла уже фотографируются горожане. Дети и взрослые садятся на уезжающий трамвай и кружатся вокруг скульптуры, танцующей через века дамы. Скульптуры из Сильвиниита стали доступны для просмотра только сегодня. Эта лягушка еще недавно была обычным пластом горной породы, поднятым с глубины 400 метров. Всего из соляных монолитов сделали семь скульптур. Среди них крокодил, сова и морской цветок. Уже с сегодняшнего дня все посетители торгового центра «Оранжмол» могут прикоснуться к прекрасному. В течение всего июля жители нашего города могут наблюдать скульптуры из Сильвиниита на цокольном и первом этажах этого здания. Виктор Вишневский, Антон Бадагазин. Новости на ТНТ. Кульминацией празднования Дня города стало выступление столичных звезд. Около 8 часов вечера на сцену вышла народная артистка России Надежда Бабкина. Атмосфера второй половины праздничного дня в репортаже Михаила Якунина. Целый час Надежда Бабкина радовала березняковцев народными песнями. Подпевал ей и стар, и млад. Но самые придирчивые зрители заметили, что Бабкина поет под фонограмму. Причем иногда не попадает в слова. Впрочем, публика принимала народную артистку на ура. Оказалось, что и сама певица внимательно наблюдала за публикой. После выступления она поделилась впечатлениями с нашей съемочной группой. А я не первый раз здесь. Хорошо, люди живут. Знаете, своя большая семья. У меня ощущение, что все друг про друга знают. И это хорошо. Сейчас там какой-то мужик упал, его подхватили внутри. То есть, понимаете, либо от чувств, либо от перегрева. Ну, хорошо. То есть, никто его не бросил. Следующим на сцену вышел кумир девчонок, экс-солист группы СМЭШ Влад Топалов. Артист немного опоздал с выходом, так как в аэропорту пропал его багаж. Но, слава богу, чемоданы нашлись. Исполнив пару песен, на сцене Влад пошел в народ. От переизбытка эмоций поклонницы даже говорить не могли. Как оно вам вообще? Мне понравилось. Классно. Моему внуку Влад Топалов руку пожал. После выступления Влад поздравил всех горожан с праздником. В этот праздник хочется пожелать, самое главное, чистоты в городе, горы просветания, чтобы все продукты были дешевыми, жилье было дешевое, настроение было хорошее, денег было много, здоровья и все самое хорошее. Концертную эстафету продолжило шоу барабанщиков «Даблет Хан». Сначала в выступлении не было ничего особенного, но когда эти бравые парни в народных казахских костюмах начали отбивать ритмы современных песен, толпа просто взорвалась аплодисментами. А закончился праздничный концерт лазерным шоу и фейерверком из конфетти. С днем рождения, любимый город! Михаил Якунин, Алексей Бисеров. Новости на ТНТ. Шоу «Огня и музыки». В небе над первым прудом ночью 30 июня прошел фестиваль фейерверков «Фантазия огня». За красочными разрывами пиротехнических зарядов вместе с многочисленными зрителями наблюдала и наша съемочная группа. Это выступление первого участника фестиваля «Фантазия огня» пиротехнической фирмы «Пироснаб Поволжье» из Челябинска. С четырех понтонов, установленных на водной глади пруда, вверх взмывают разноцветные брызги огней. Вам очень повезло, потому что таких фестивалей в России проводится 10-12 в год. На прошлой неделе аналогичный фестиваль прошел в городе Чебоксар. Кстати, победитель этого фестиваля будет выступать здесь. Это команда «Пироснаб Поволжье». Между выступлениями пиротехников на сцене выступали танцоры коллектива «Джем» и местные исполнители песен, чтобы ожидание следующего выступления не казалось долгим и затянутым. Ведь чтобы подготовиться к следующему залпу, пиротехникам требовалось по 20 минут. Всего в фестивале фейерверков приняло участие 5 команд. На берегу первого пруда было не протолкнуться. Чтобы лучше разглядеть феерию огня, некоторые зрители даже поднимались на крыше домов напротив. Строение хорошее, программа великолепная, все очень нравится. Супер, вообще давно такого в городе не было, классно все, молодцы. Здорово, очень молодцы. Ждем еще новых участников. Судьи фестиваля обращали внимание на то, как реагируют зрители на выступление, насколько оно зрелищно и технично. Лауреатами конкурса в номинации «Яркий образ» стала компания «Фейерверк» из города Челябинск. В принципе, подобрали неплохую музыку, сделали все, чтобы понравиться. Абсолютным победителем по зрелищности, красоте и техничности выступления стала еще одна челябинская компания – «Пироснаб Поволжье». Не мудрено, эти ребята были первыми на Всероссийском фестивале фейерверков. На 5 минут шоу эти специалисты потратили почти миллион рублей. Грамотно подобрали различные заряды и буквально по нотам запускали их в небо. Здесь собираются сильнейшие, посмотреть, как работают другие, посмотреть свои работы в сравнении. Наверное, это вот основная цель. В следующем году фестиваль «Фантазия огня» отметит свой первый небольшой юбилей – пятилетие. Любовь Бухаринова, Антон Бадагазин, Новости на ТНТ. В минувшие выходные горожане могли увидеть, как делается реалити-шоу за гранью Возрождения. 30 июня в День города в Парке культуры и отдыха проходили съемки очередного выпуска этого проекта. На этот раз участники реалити-шоу соревновались в стрельбе из лука, бросании топоров, копья и сражались на мечах. Кто оказался лучшим, смотрите сразу после нашей программы. Добавлю, что для зрителей в парке были организованы специальные конкурсы. Победители получили призы от телеканала ТНТ «Березники». Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, если вы сняли на видео интересное событие или происшествие, если вы знаете то, что будет интересно другим, поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение – 3000 рублей. Мы ждем ваших звонков по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и очередной выпуск реалити-шоу «За гранью». А я прощаюсь. С вами была Елена Вавилова. Всего вам доброго. До встречи. Прогноз погоды представляют. Климат-маркет, технологии климата. Весь июль аттракцион неслыханной щедрости. Выбери скидку сам. От 5 до 50% на любой кондиционер. Советский проспект 2. Левый пристрой к строймаркету «Агроснаб». Здравствуйте. 3 июля в Березниках ожидается облачная. Возможна гроза. Температура воздуха плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер западный. Около метра в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра тутного столба. Белева Анна. Специально для программы новости на ТНТ. Света, привет. Аня, Юля, тоже привет. Смотрите новости. В июле скидка на кондиционеры до 50%. Скидку выбирайте сами в любом климат-маркете. Все очевидно. Технологии климата. Левый пристрой строймаркета «Агроснаб». Советский проспект 2. Телефон 29 25 99. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова